Телеканал КРТ представляет Это был госпереворот, так и было Да, я так считаю, я юрист, адвокат, заслуженный юрист Украины Это именно так и было Запишите, пожалуйста Запишите Уже записали Ни революции, никакой гидности не было Не было никакой революции гидности Это все придумано было, да, для того, чтобы создать эту ситуацию Такого массового психоза, да, чтобы люди вот поднялись, да То есть чисто спровоцированные такие абсолютно события Люди говорят правду Люди говорят свое мнение, да, мнение Это я имею право на свое мнение Евгений Филиндаш имеет право на свое мнение Мы так думаем Вы хотите нам запретить думать? Или знаете, как это говорится Давайте, да, чтобы не оскорблять чувства тупых Мы перестанем, да, думать, извините Что мы думаем И мы так рассуждаем Это наша точка зрения Ну, попробуйте накажите, да, давайте Ну, попробуйте А вот есть в Украине какие-то законодательные ограничения Вмежения щодо назв этих подий Буремных 13-14 года Можливо, какой-то окременный закон приняли Да, я вот все время хочу спросить Постоянно Я тоже задаюсь Дмитрия этим вопросом Я каждого генерального прокурора У себя на странице в Фейсбуке Тегаю и спрашиваю Каждого Это можно сказать Я Рыба Шапку спрашивала Когда он писал о том, что Издавал наказы, да, приказы по ведомству своему Он издавал о том, чтобы ему отдельно сообщали О правонарушениях в отношении активистов, да И революционеров гидности, понимаете Я спросила, говорю, кто это, пожалуйста Где в Уголовно-процессуальном кодексе определен статус такой Ну где, каким законом это Да, у адвокатов есть статус, у журналистов есть статус Да, это отдельные действительно прописанные категории и профессии Которые защищены, у них есть отдельные гарантии Кто такие активисты, кто такие там какие-то революционеры Кто эти люди Почему генеральный прокурор так рефлексирует, да Один и уже другой, уже и Венедиктова точно так же рефлексирует На жаль То есть, да, мы получили рябошапку номер два, по сути А вот, пан Андрей, если повернуться до пана Фелиндаша И его крамольных высловливаний и так не сподобалось, аначе на зраде Вот, с вашей точки зрения, самое в чем высловливание Фелиндаша Знайшли вот зраду? Ну, первая зрада, это, конечно, покушение на святость Майдана Потому что все знают, что Майдан это была святая революция достоинства Да? Середнестатистичного Майдана Вот, что там написано Борьба с силами зла Не-не-не, все их подвиги, на самом деле, вот все их подвиги в наградном листе Они, по сути, записаны в законе об амнистии Там, за что их амнистировали Там перечень статей Да, перечень статей Уголовного кодекса, таких жестких, да, статей Вот это и есть подвиги То есть, тут вот прямо равно То есть, там бандитизм, терроризм, смутывание Да, да, там все самые тяжкие статьи Там все самые тяжкие собранные оружие, бандитизм, то есть все-все-все-все Вот это все их подвиги Вот, а на самом деле, если мы не будем шутить Ну, интересно было бы, чтобы эти наградные листи были публичными Ну, это же, я так понимаю, что Украина Потребуется, чтобы граждане знали, что Работали эти герои конкретно Ну, они, например, интересно было Они, как минимум, погибли А власть вот этими наградами откупилась от родственников Даже не дав конкретно, кто убил этих людей Нет у нас до сих пор ни приговора, ни следственных актов На самом деле, кромола здесь очень большая Поскольку вся эта конструкция нынешней власти покоится на перевороте Ну, я с этим не согласен Вот, который произошел в 2014 году То есть, когда отстранили президента Януковича В неконституционный способ Потому что такого там нет, как самоусунение И власть пришел сначала Турчинов Потом были одни выборы, назначены вторые Вот это все покоится на событиях Майдана То есть, задача власти, чтобы была такая легитимность Этих событий, да? В том числе в информационном поле Потому что они все опираются на нее Если кто-то ставит это под сомнение Значит, мы под сомнение ставим и Порошенко, и Турчинов Братью, вот, правильно? Там в тюрьме сидит какой Вот, вот Какой там подставленный? Вот, а второй вещь, с чем я крайне не согласен с господином Филиндашем Это то, что навязывают бандеровскую идеологию, да? Нет у Бандеры никакой идеологии Он был местечковым приспособленцем Который служил оккупационным властям Он не писал никаких фундаментальных идеологических произведений Это идеология просто оккупанта Нет никакой бандеровской идеологии Но то, что ставится под сомнение легитимность Майдана Проспеть бандеры есть? Есть Вот и все Вы правильно сказали, только я бы перефразировал Не как красная тряпка для быка, а как красная тряпка для Шухевича Для них Вот это Поэтому это опасно Рано или поздно может у народа укорениться осознание нелегитимности того, что это произошло В том числе благодаря историкам, юристам и прочего А поскольку определенные действия, особенно разжигания войны То, что случилось, не скажем где, а то еще меня привлекут Разжигание войны не имеет сроков давности привлечения к уголовной ответственности Значит, ребята в исторической перспективе могут нарваться на большие неприятности Поэтому задача сейчас максимально задавить и уничтожить любые сомнения в легитимности Майдана А если вы просто посмотрите с юридической точки зрения, чтобы уничтожить этой колизии и сделать все по Конституции Так понимаю, в Майдане всем нужно было сказать, что Янукович помер Да А если он хочет довести противоположное, ему нужно приехать до Киева Признать его без вести пропавшим, а потом признать его умершим Потому что это, может быть, клон какой-то бегает за кордоном И тогда, так разумеет, было бы по Конституции человеку В нормальных Конституциях для того, чтобы глава государства куда-то уехал Он ставит в известность об этом либо парламент, если это парламентская республика Либо правительство, кабинет министров Обозначается четкий срок, почему он уехал, когда он должен вернуться И если он не возвращается, тогда включается механизм, и ну убежал человек В нашей суперконституции такого не написано То есть вот был человек, блин, и пропал Вот есть перечень, вот этот человек президент, на минуточку Есть перечень, вот он вещает, говорит, я езжу по стране Вот, ну пропал он, что делать? У нас есть тогда гражданский кодекс, который говорит, ну человек без вести пропал Не можем найти, идем в Печерский суд Суд его признает без вести прав пропавшим Устанавливаем факт Устанавливаем факт, да И как бы меняем потом президента Ну, это было слишком сложно Ну задача была ж неправильно юридически сделать Я думаю, они тоже хотели подорвать цепь легитимности Потому что им надо было А вот вы, как вважаете, цепочка легитимности, она, якщо бы вот так сделали Это было бы досильно, это было бы по Конституции? Как именно? Без вести пропавший и померший Просто пропав-то и все А то, что там здесь бегает за кордоном Бало ли кто-то бегает? Ну, конечно, было бы проще, если бы он пропал физически Именно, не без вести, а совсем, да Вот, чтобы не передавал там никакие приветы из-за границы Чтобы его адвокаты не пытались его вызвать, да Ну, вернее, как У нас же генеральный прокурор вызывает Януковича на допрос через свой фейсбук, да Пишет привет и передает, что вот допрос ДБР опубликовал у себя на сайте А она это, значит, на фейсбук запустила, что смотрите, работа идет Ничего, что это в нарушении КПК сделано, да, уголовно-процессуального кодекса То есть не так уведомляется у нас человек, находящийся за границей Я вас на секунду перебью Когда Луценко подозрение читал выключенных у телевизора Да То вы удивляетесь в фейсбук Не, ну, Луценко вообще подозрение подписано, чем с того Сталину и Берии Мы помним, это вообще прекрасное время Мне просто жалко наших юристов, адвокатов, які в институтах в чате Дивляться на генеральных прокурорей и думать Ну, прекрасно, проводим время На самом деле, на самом деле, такого, как проходят юристы, адвокаты в Украине, нет нигде Потому что, когда ты рассказываешь, ну, все на Западе, они сидят такие там Говорят, что? Да, ну, зачем вы туда нигдоты рассказываете? Да какое там подозрение? Как умерших? Ну, как Сталин и Берии, умершим подозрения Вы там вообще? Говорим, ну да, вот, показывает генеральный прокурор Луценко Вот, значит, вот, споточка, вот запостил, вот подписывает рука Все в шоке, да, у них шок Точно так же, как они в шоке, когда они смотрят Это точно министр юстиции? В уверенных? Вот это он вот сидит на столе, вот на голове стоит Ребята То есть, да, да, нам на самом деле очень не скучно И у них там скучно, я им сочувствую Просто я сочувствую, да, я когда бываю там в командировках И общаюсь с юристами там, с Вены, с Барселоны Я понимаю, как скучно люди живут Скучные они люди, да? И скучно просто сидят себе, зарабатывают деньги и ни о чем не думают А вот у нас тут весело Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!